Михаил Игнатьев принял участие в расширенном заседании руководителей правоохранительных органов Чувашии. Там обсудили меры по снижению долгов по заработной плате. Нарушение или даже преступление. Так, в соответствии с нормативными актами, квалифицируется невыплата зарплаты за уже проделанный труд. Ликвидация задолженности и материальное благополучие в числе приоритетных задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию. Ключевая задача – это тоже обеспечение уверенного долгосрочного роста реальных доходов граждан. Президент России поставил в своем послании перед нами задачей, перед органами всех уровней власти, в течение шести лет уменьшить количество бедных жителей, бедных семей два раза. Борьба с бедностью предполагает в том числе и своевременное, и в полном размере получение вознаграждения за свой труд. Статистика свидетельствует о положительных сдвигах. За прошедший год в республике удалось снизить размер задолженности с 66 миллионов рублей до 16. Сейчас долги сохраняются на предприятиях-банкротах. Ряд компаний имеет текущую задолженность. Всего по республике составляет эта задолженность 89 миллионов 200 тысяч рублей на 22 предприятиях, из которых, по сведениям в частности Росстата, 31 миллион 400 тысяч рублей на двух предприятиях. Это ГУП «Чуваш Автотранс» и «Чебоксарская типография номер один». На 14 предприятиях-банкротах общая сумма задолженности составляет 71 миллион 800 тысяч рублей. Чтобы повлиять на платежеспособность предприятий, в республике принимаются меры, направленные на развитие конкуренции и поддержки предпринимательства. Кстати, на совещание пригласили представителей бизнес-сообщества. По итогам совещания в план работы внесли дополнительные мероприятия, которые будут обеспечивать соблюдение законности в республике. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.